Друзья, всем привет, с вами Яков, и я вас рад поприветствовать на своем канале. И в сегодняшнем видео мы с вами рассмотрим дикаря, который будет качаться как берсерк. А свой основной урон он будет наносить с помощью умения вихрых линьков. За основу данного геймплея взято использование самоцвета «Скрытый потенциал». То есть он будет помогать нам увеличить урон за каждый синий предмет, он же волшебный, который на нас надет. И благодаря данному самоцвету данный билд становится очень-очень мощным. И с помощью этого билда можно фармить весь контент, который существует в бою. Есть в принципе небольшой момент, что касается убер-лабиринта, но в принципе с этой ситуацией можем справиться. Там попросту надо будет убирать такую пассивочку, как соглашение с ВАУ. А что касается убера, зирий, а также шейперы, этот билд с ними справится. А что еще самое привлекательное в нем, это его низкая стоимость. То есть самое дорогое, что мы можем использовать, это наш посох. Но если вы купите посох, то проблем у вас в принципе не будет. Можно сэкономить и купить не шестиленковый посох, а пятиленковый. Тогда этот билд станет и еще дешевле. В общем, если вас этот дикарь заинтересовал, и вы действительно хотите поиграть очень мощным билдом, при этом не затрачивая на него довольно-таки внушительную сумму, то я вам предлагаю усесться поудобнее, а мы с вами рассмотрим билд-экипировку. Ну что ж, давайте приступим. Итак, руки мы берем посох рука помощи. Этот посох будет увеличить наш урон от чар, повышать максимум маны, а также камни, которые будут инкрустированы на данный посох, будут усилены камнем эхо-чар 30 уровня. То есть по сути мы получаем семиленковый посох, ну так образно говоря. В качестве брони мы используем воля коспри. Эта броня нам будет помогать навешивать еще одно дополнительное проклятие. Также проклятые враги будут отравлены. Ну и на ноги мы одеваем ботинки после фазири. Эти ботинки очень хорошо будут увеличивать наш урон от чар, повышать нашу скорость передвижения, а также, что немаловажно, поднимут наш максимум запаса здоровья. Все, это по сути три уника, которые вообще мы имеем. А дальше у нас в нашем билде только есть синие предметы, то есть магические предметы. Это вот мой венец, амулет, одно кольцо, второе кольцо, перчаточки, а также мой пояс. Как крафтятся эти предметы, я думаю, понятно. То есть мы берем обычный белый предмет и кидаем на этот предмет сферку превращения. А потом переменками ловим нужные для нас аффиксы. Все эти предметы белые, желательно, чтобы были уровня больше 80-го. То есть вот пояс мой 83-го, колечко 81-го, амулет 84-го, венец тоже 84-го. Ну короче, все белые предметы, и точнее в итоге уже синие, они 80 уровня с плюсом. Но на всех наших предметах без исключения, мы должны ловить такие показатели, которые будут увеличивать наше сопротивление ко всем стихиям или к определенным стихиям, а также увеличение максимального показателя здоровья, потому что этот момент нам очень здесь нужен. Что же касается наших колец, то желательно использовать для крафта радужные кольца, потому что, как видите, в каждом из кольца уже присутствует такой аффикс, который увеличит сопротивление ко всем стихиям. Поэтому эти кольца для крафта просто идеальны, особенно для данного билда. Также хотел бы обратить ваше внимание на венец гордыни. Как вы видите, здесь присутствует зачарочка, которая на 30% усиливает эффект от проклятия путы времени. Эту зачарку очень даже желательно на этом венце словить. Да, понятно, что не у всех это может получиться, но в принципе белый венец гордыни 84 уровня предмета можно купить на поэтреде, а дальше уже с помощью превращения в сфер и переменок можно получить нужное для вас уже. Еще раз повторюсь, главное, что на ваших предметах везде были сопротивления ко всем стихиям, ну или к определенным стихиям, и увеличение максимального показателя здоровья. Как вы видите, мои сопротивления составляют ко всем вот 136, 138, 140. В принципе, это нормально для третьего уровня сложностей. Мой запас здоровья в итоге получается 5000 единиц. Это в принципе тоже достойно. Ну а теперь давайте разберемся с нашими связками. И первая, это шестиленковая связка, ну по сути семиленковая. И первый камень, с помощью которого вообще мы будем наносить наш урон, это умение вихрь клинков. То есть вокруг себя мы будем создавать такой вихрь из ножей. Вот в принципе так это выглядит. И с помощью вот этого мощного-мощного вихря мы будем наших противников уничтожать. Следующий камень, который находится у нас в связке, это расширенная область действия. Ну понятно, для увеличения радиуса поражения. Контролируемое разрушение будет нам увеличивать урон от чар. Урон от хаоса, мы как раз таки этот хаосный урон будет ее увеличивать. Манипуляция по статой тоже будет нам помогать увеличивать урон от хаоса. Ну и быстрое разложение будет помогать нам больше наносить постепенного урона. Ну и так как в нашем посохе уже по сути строен камень эхо-чар, это значит, что наше умение, такое как Вихрь Клинков, будет дублироваться с каждым поражением. И следующая связка, которая находится в моей броне, по сути это Пистелинковая связка. И здесь у меня находятся две временные ауры. Это Горация Ваал, то есть она мне будет помогать угорачиваться от атак противников, а также от чар. И Ясность Ума Ваал. С помощью этой временной ауры мы будем использовать наше умение без затрат маны. А чтобы эти ауры действовали немножко дольше, мы берем Камень Продлением. Далее у нас здесь находятся связки Камень Внезапный Удар, он же Фликер. То есть по сути нам этот Камень нужен для того, чтобы мы запускали Камень Укрепления. То есть как только мы нашим Фликером задеваем противника, с определенной вероятностью закрепляется, точнее запускается Укрепление. А Укрепление как раз таки нам будет давать дополнительную защиту. Ну и шестой Камень, который находится у меня в этой броне, он в отдельном сокете, это Спешка Ваал. То есть с помощью данной временной ауры мы будем увеличить свою скорость атаки. Конечно же, если бы у меня была эта броня шестой линковой, это бы просто идеально было бы. То есть с помощью нашего Камня Продления действие от ауры Спешка Ваала было бы, конечно, дольше. Но нет у меня шестой линковой, есть у меня пятой линковой, поэтому играю с тем, что есть. Следующая связка, которая находится в моем ВНЦ, и это по сути трех линковая связка. Первый здесь Камень, это Сотворение Чар при получении урона. То есть как только мы получаем определенный урон, будет запускаться Камень Призы к Бессмертию. А как раз-таки Призы к Бессмертию делает нас неуязвимым к физическому урону. А чтобы этот эффект действовал немножко дольше, мы берем здесь Камень Продления. Обращаю ваше внимание, что Камень Призы к Бессмертию, для того, чтобы он автоматически запускался с помощью Камня Сотворения Чар при получении урона, должен быть уровня ниже или хотя бы равным Камню Сотворения Чар при получении урона. То есть этот Камень, посмотрите, по требованию у меня 42 уровня. Значит этот должен быть или ниже, или равным, но ни в коем случае не выше. В Дуд у меня тут все нормально проходит. То есть у меня здесь 40 уровня он. Ну и четвертый Камень у меня здесь средоточен. Он мне нужен для того, чтобы чисто качаться. А во время битвы с боссом, точнее перед битвой с боссом, я этот Камень отсюда достаю из венца и инкрустирую в мой посох. И этот Камень мне будет позволять увеличить мой урон. То есть область действия будет уменьшаться, но зато урон будет увеличиваться. Следующая связка, и это четырехлинковая связка, которая находится в моих ботинках. И здесь у нас находятся два проклятия. Это беззащитность. С помощью данного проклятия мы будем наносить больше постепенного урона, а также физического урона по тем противникам, которых мы проклянем. Ну и путы времени. Путы времени будут замедлять наших противников. Чтоб наши эти два проклятия действовали как ауры, мы используем Камень Богохульства. Благодаря данному Камню мы о наших проклятиях забываем. То есть мы один раз их прокастовали и все. Но при этом у нас будет резервироваться немного маны. Ну немного, это конечно слабо сказано. И четвертый, последний камень, который находится в этой их связке, это Улучшитель. С помощью данного камня мы будем давать дополнительные качества нашим Камням Умений. В данном случае это нашему одному проклятию, а также второму. Ну и последние связки, которые мы с вами рассмотрим, это две двухлинковые связки, которые находятся в моих причатках. Первая здесь это Колодующий Тотем, то есть мы будем создавать Тотем, который будет прокастовывать умение, а умение это Увидание. То есть с помощью данного умения будет создаваться такой ослабляющий эффект, который будет замедлять противников, а также по этим противникам мы больше будем наносить урона от Хаоса. Ну и последняя связка, это Грозовой Переход. То есть применяя это умение, мы будем, можно сказать так, телепортироваться или перемещаться в указанную точку. А для того, чтобы это умение применялось гораздо быстрее, во всяком случае на 49%, мы используем Камень Сокращения. Почему здесь желательно иметь две двухлинковые связки? Да просто потому, что если Камень Сокращения будет бафать вот эти два камушка, да, что одно, что второе, по сути это будет не баф, а дебаф. То есть действие, что умение увядания, что кладущее тотема будет на 49% меньше. Поэтому здесь желательно это все разделить. Ну а теперь давайте разберемся с нашими флаконами. И первый это флакон равновесия. Он нам будет помогать восполнять и ману, а также здоровье. Кроме того, если вы здесь наролите Афикс, он будет снимать кровотечение. Этот флакон очень важен, потому что он будет восполнять не только здоровье, а также маны. А маны у нас очень-очень будет не хватать, но во всяком случае на начальном этапе. Далее у нас идет обещание Зири. С помощью данного флакона мы будем наносить дополнительный урон от хаоса, а нанося при этом урон от хаоса, мы кроме того будем себя еще и хилить. Серный флакон будет помогать нам увеличивать наш урон. Кроме того, если вы здесь наролите Афикс, он будет снимать эффект заморозки, а также охлаждения. Кварцый флакон будет нам дорвать форму призрака, а также будет помогать уворачиваться от атак, а также от чара. Кроме того, я здесь слоил Афикс, который будет еще и увеличивать скорость моего передвижения. Но и ртутный флакон он тоже не помешает здесь для увеличения скорости нашего передвижения. Теперь, что касается наших бандитов. Так как мы используем билд, который основан на нашем здоровье, то на первом уровне сложности мы помогаем дугу, для того, чтобы получить себе дополнительное здоровье. На втором уровне сложности мы помогаем антиопия, для того, чтобы увеличить скорость сотворения наших чар на 5%. Ну а на третьем уровне сложности мы убиваем всех бандитов, для того, чтобы получить дополнительную пассивку. Ну это, в принципе, все, что касается нашей экипировки, а теперь давайте разберемся с нашими умениями. То есть как только мы проходим наш первый лабиринт, то мы нашего дикаря превращаем в берсерка. И качаем его в первую очередь в сторону похитителя боли, а также перед нас в репости. То есть вся эта цепочка по сути будет увеличивать наш отхилл. Кроме того, будет увеличиваться наш и физический урон. И это качать в первую очередь обязательно. Потому что по сути без отхилла наш билд не работает. И мы начинаем попросту дохнуть. Но после того, как мы проходим третий лабиринт, а также убер лабиринт, мы качаемся в сторону пассивочек Жажда Бонни, а также пассивки Аспект Резни. Эти пассивки будут нам помогать увеличивать уже непосредственно наш урон. Но это в принципе все, что касается пассива Восхождения. А теперь давайте вкратце пробежимся по нашему дереву умений. Если что, это дерево будет сохранено в описании под данным видео. То есть ссылочка будет немеца там, вы по ней перейдите. И это дерево более подробно вы сможете разглядеть. Прежде чем я вообще расскажу об этом дереве, я хотел бы сказать именно о самоцветах. То есть нас интересует здесь один самоцвет. И это вот скрытый потенциал. То есть обратите ваше внимание, интересует наш второй Аффикс. Вообще на основе этого самоцвета и строится данный билд. То есть на 2% мы будем лечить урон за каждый надетый на нас волшебных предмет. То есть чем больше предметов надетых на нас есть волшебных, то есть синих, да, тем больше мы будем наносить урон. То есть за каждый предмет 22% сверху. То есть это по сути основа основ данного билда. А все, что касается остальных пассивочек, то тут мы берем вот все, которые будут увеличивать нам здоровье. Вот здесь мы увеличиваем здоровье. Вот здесь мы увеличиваем здоровье, здесь мы увеличиваем здоровье, вот здесь мы увеличиваем здоровье Также, допустим, и здесь мы увеличиваем здоровье С помощью нашей посевочки соглашения ВАЛ мы как раз таки будем очень-очень классно себя хилить практически мгновенно С помощью цепочки, которая идет от бандита, мы как раз таки будем увеличивать свой урон от хаоса, а также физический урон Далее мы еще с помощью вот этих вот, вот этого, скажем так, полукольца, или точнее кольца, будем увеличивать свой урон от яда С помощью данного колечка мы будем увеличивать нашу зону поражения Ну и что еще? А вот еще полукольца, или точнее кольца. С помощью данных холес мы будем увеличивать эффект от наших проклятий. Ну и с помощью данного умения мы будем увеличивать эффект действия наших умений. В данном конкретном случае это наши временные ауры. Ну а для того, чтобы уворачиваться от атак наших противников, мы используем вот эту связочку. То есть как раз таки эти пассивки и даровать нам будут уворот. Что от атак, что от чар. Ну и что еще осталось сказать напоследок? Ну это конечно же самоцветы. То есть самоцветы, которые вы будете использовать, которые вам желательно использовать. Это самоцветы, которые будут увеличивать ваш физический урон, урон от хаоса, постепенный урон, а также если имеется урон на чар. Но если вдруг у вас получится такая ситуация, что у вас не будет хватать регистов, то в принципе в самоцветах можно ловить еще себе регисты какой-нибудь определенной стихии. В общем как-то так. Ну это в принципе все, что касается нашего дерева. Еще раз повторю, что ссылка на данное дерево будет находиться в описании под данным видео. Ну а теперь давайте пробежимся к карту какой-нибудь стиры пятнадцатого. Ну что ж, давайте приступим. Итак, как только мы попадаем на карту, мы производим нашу заводку. Тут запускаем наши две ауры. Это беззащитность, а также путы времени. Далее я выставляю умение спешка ваал и в принципе приступаю к действиям. И сразу хотел бы акцентировать ваше внимание, что на использование умения вихрекликов у нас запасманы всего на 2-3 использования. Да, у нас конечно же имеется флакон равновесия. Но этого флакона хватит буквально на 2 прожатия. И все равно вы много вихрей создать не сможете. Поэтому попросту вихрь крутить не надо. Как только видите, что впереди вас появляются противники, вот тогда этот вихрь начинаете раскручивать. Два раза крутнули ваш вихрь, использовали флакон равновесия. Еще пару раз крутнули вихрь и можно в принципе подбегать к противникам. То есть если вы видите, что данные противники для вас не представляют никакой угрозы, то вы к ним попросту подбегаете и крутите возле них вихрь. Как только вы будете этих противников атаковать, будет восполняться как раз таки ваша мана. И уже в этой толпе вы ваш вихрь поддерживаете просто элементарно. Противники будут дохнуть, будет восполняться ваш флакон равновесия. Вы ваш флакон равновесия прожимаете, ваши маны еще восполняете, и так далее, и так далее, и так далее, вы крутите бесконечно вашу ману. Если же противники впереди серьезные, или вы попросту решите себя подстраховаться, то к ним можно переменять умение фликер. То есть как только вы задеваете противника фликером, то с определенной вероятностью запустится укрепление. А укрепление будет вам даровать дополнительную защиту. После ваших многочисленных убийств и уничтожений противников, будут настакиваться ваши 3 временные ауры. Самое большее нас интересует временная аура, это ясность умовал. Потому что как только вы ее настакаете, а также активируете, вы сможете использовать ваше умение вихрь линков без затрата ман. А это значит, что ваш вихрь вы сможете настакать до 20 единиц спокойно. И тогда всех противников, которые будут встречаться у вас на карте, вы будете ваншотить. Вне зависимости от уровня сложности карты. Если во время боя вы уже использовали фликер, и он еще у вас на откате, то в принципе в ближайшей группе противников вы можете переместиться с помощью мини-грозовой перехода. Грозовой переход будет применяться очень быстро, и вы в принципе не будете тратить практически время. То есть вы туда прыгнули, и дальше крутите-крутите ваш вихрь. Ман восполняется, хп восполняется, и вы в принципе живете и наносите урон при этом. Конечно же кроме флакона равновесия есть еще и другие флаконы, как серный флакон и флакон Азири. И тот и другой флакон будут нам помогать увеличивать урон. А флакон Азири как раз таки будет еще и больше нас выхиливать. Также во время боя желательно прожимать и кварцевые флаконы, для того чтобы получать дополнительный уворот. Но перемещаемся по карте вне боя, конечно же под ртутным флаконом. Он нам как раз таки нашу скорость будет и увеличивать. Но что касается таких временных аур, как спешка в вал, а также грация в вал, то их лучше приберечь до босса. Спешка будет нам увеличить нашу скорость атаки, а Грация Ваал будет увеличить уклонение Ну а как только мы попадаем к боссу, то мы меняем камни местами, такие как сосредоточие на расширенную область действия Как я уже говорил, область наша немножко уменьшится, но зато мы больше будем выливать урона по одиночным целям Каким как раз таки и относится и босс Затем мы запускаем временную ауру, ясность, ума Ваал И начинаем-начинаем раскручивать наше умение вихрь клинков Затем запускаем нашу Грацию Ваал и спешку Ваал И бежим к нашему боссу Как только видим босса, применяем к нашему боссу умение фликер Он моментально нас лепортирует к боссу и даст нам с определенной вероятностью конечно же укрепление Далее к боссу можно ставить колдущий тотем, он будет к боссу применять умение увядания А это в свою очередь будет замедлять босса, а также по этому боссу мы больше будем наносить урона от хаоса И в этот момент мы очень-очень быстро будем раскручивать наши клинки Уведание будет давать дебафа боссу, так же как и очень сильно будет давать дебафа боссу наши два проклятия И единственное зачем надо будет наблюдать, как быстро у босса будет сливаться хп Ну и конечно же во время битвы с боссом прожимаем наши два флакона Это серные, а также азири Чтоб еще больше урона наносить по этому бедолаге Босс слился, вы подбираете лут и возвращаетесь в город И это в принципе вся механика у данного дикаря, который играет с помощью умения вихра клинков Что вы думаете о данной билде? Пишите конечно в комментарии под видео Может появятся какие-то хорошие советы по улучшению данного билда А я же на этом моменте свое видео буду заканчивать Спасибо, что посмотрели и я надеюсь ролик был для вас полезен и информативен Я же с вами прощаюсь и желаю удачи в фарме ангейма, друзья Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока! Субтитры подогнали Симон